Доброго времени суток! С вами Йети. В этом видео я расскажу про факторы, влияющие на рост волос на теле и на лице. Не берем в расчет волосы на голове, так как они растут у нас под влиянием совсем других факторов. Появляются они еще совсем в раннем возрасте. Все, что относится ко вторичным мужским половым признакам, это растительность на теле, на груди, на лице, даже на спине в некоторых случаях. В связи с чем у нас формируется такое большое количество волос в некоторых случаях, а в других не формируется. Так вот, основной гормон, ответственный за рост волос в нашем организме, это дигидротестостерон. То есть, тот факт, что у вас высокий уровень тестостерона не всегда говорит о том, что у вас будут хорошо расти волосы. Исходя из того, что основной гормон, влияющий на андрогенные рецепторы, то есть, который в гораздо большей степени с ними связывается, период его жизни в данном случае в 4 раза выше, чем у тестостерона, это дигидротестостерон. То есть, вот он конкретно влияет на андрогенные рецепторы, которые находятся у нас в кожных покровах. Опять же, соотношение этих рецепторов у различных людей может отличаться. То есть, у одного человека могут быть большое количество рецепторов на лице, при этом практически отсутствуют эти рецепторы на теле. И поэтому он получает в одних случаях бороду без роста волос на теле, в других случаях человек получает рост волос на теле, но никаких волос на лице. То есть, может быть абсолютно по-разному. В каком случае происходит у нас превращение тестостерона в дигидротестостерон в организме под влиянием фермента 5-альфа-редуктаза? Соответственно, то же самое. Соотношение этого фермента в различных тканях человеческого организма может отличаться. Исходя из этого, такой большой разброс и разновидность людей по густоте волос на лице, по соотношению количества волос на теле, на руках и по всему остальному. То есть, фактически, первый фактор – высокий уровень тестостерона. Да, так как чем больше у нас тестостерона, тем больше потенциально у нас может появиться дигидротестостерона. Но, опять же, в одном случае тестостерон в организме превращается в дигидротестостерон под действием фермента 5-альфа-редуктаза, в другом случае он превращается в астрадиол. Кроме того, стоит упомянуть, что если у вас растет борода очень хорошо и растут волосы на теле, то в какой-то момент жизни у вас могут начать выпадать волосы на голове. С чем это связано? С тем, что фермент 5-альфа-редуктаза, опять же, имеется в организме в двух типах. То есть, фермент одного типа находится у нас на лице и на теле, другого типа находится на голове. В одном случае это стимулирует рост волос на теле и на лице, то есть, конкретно дигидротестостерон, как сам гормон фактора роста волос. В другом случае он приводит к выпадению волос, например, на голове. То есть, и опять же, какому-то человеку может повезти очень сильно, у него при этом будут расти волосы на теле, на лице, но не выпадать волосы на голове. Такое может быть, опять же, исходя из того, что у него может быть просто мало фермента того именно типа, 5-альфа-редуктазы, на голове, на коже головы. Поэтому в данном случае он не будет терять волосы на голове, а будет только приобретать вторичные мужские половые признаки гораздо быстрее, чем какой-либо другой человек. Поэтому факторов гормональных как минимум несколько. Количество дигидротестостерона, уровень самого тестостерона, чтобы он мог обеспечивать необходимое количество дигидротестостерона. Так как дигидротестостерон – это производная тестостерона. При нулевом уровне тестостерона вы не можете получить дигидротестостерон в достаточном количестве, чтобы у вас росла борода и все прочее. Следующий фактор – соотношение андрогенных рецепторов У кого-то их много на груди, при этом нет на лице У кого-то много на лице, нет на теле, в других частях тела вообще То есть соотношение количества андрогенных рецепторов в коже Тоже может отличаться в несколько раз у различных людей Следующий момент – фермент 5-альфа-редуктазы Чем его больше, тем, соответственно, больше вы получаете бонусов от дегидротестерона То же самое может отличаться и все индивидуально Его может быть абсолютно разное количество в различных частях тела И в различных организмах это количество индивидуально Вот это, в принципе, основные факторы роста волос То есть конкретно все, что мы относим ко вторичным мужским половым признакам В принципе, на этом все, с вами был Йети, до новых встреч!